Значит, вот про заключенных, когда вы работали, условия их жизни, питание там, ну вот вообще обращение с ними, как было? Хорошо было. Я вот где, где только не был, попробуй ты заключенную, скажи, эй ты гад по мне какой, это есть нарушение революционной законности, тебя наказывали в дисциплинарном виде. Кормили, как ты работаешь? Хорошо работаешь, тебе давай допаёк ещё. Плохо работаешь? Тебя заставляли работать, не били, не колотили. Боже, сохрани. И мясо, и то, что, например, вот мы солдат ещё кушали, то им и они получали. Такой же паёк. Потому не был. Первый паёк, второй, третий. Плохо, норму не выполнил. Немножко. Вот. А второй паёк. И ещё хуже ты поработал, то у меня 15 процентов там ты не доработал до нормы, до 100 процентов. Давай я тебе трёх, третья норма. Уже смотришь, там было, ну, три ложки каши, только получил ты кашу, ложку. А суп так же получаешь пол-литра хлеба. Так же всё получаешь. Значит, много слышно про якобы там расстрелы и подобные вещи. Вот про это тоже скажите, как было на самом деле? Это, я буду только говорить, это ложь, брехня и провокация одна. Вот были такие пости уже, много спустя, уже лагеря не стало почерлага. Брошюры-то вот какое-то появились, и там такую грязь льют. Как там замораживали, обливали водой, замораживали заключённых, и они замерзали, большой, сильный мороз на улице. Это ложь, брехня и провокация одна. Даже нельзя было ругать его матом или чё-нибудь. Он тебя может там обозвать, как по блатному там или по ихнему на языке. Ну, их за это сажали в ШИЗО. ШИЗО – это штрихмонный изолятор. Я как командир, бывает, что беседую с заключёнными, костёр там у них горит. Я без оружия собачку-то я посадил, привязал, сам иду. Ну, я хотя и с оружием отдаю солдату пистолет, иду. Просто так поинтересоваться, кто за что сидит, в кого какой срок. Ну, бывают, что они все бытовики. Политических заключённых я нигде не был. Все эти бытовики, кто кому-то на морду расквасил, или там сошил мешок картошки, там, ещё чего. Два-три года, пять лет. Такие все малые сроки. Вот уже в Джентуге там большие сроки были. Ну, там совсем другой контингент был. Там были и бандиты, и каких только не было. Ну, политических не было. Вот этот Кан Алик – очень хороший мужик. Даже меня несколько раз привезут обед. Сержант говорит – покушай с нами. Ну, как-то и охота, и стыдно. Думаю, ну, для уважения давай. Вот супу-то не кушай, он даст пирожок или запеканку. Пусть смотришь, съешь. Для уважения. Хорошие. Не то, что там были волки. Не знаю, может быть, у меня так везло. А может, кто его знает. Ну, а так, чтобы по небратству какой-нибудь, Боже, сохрани. Это была статья, что ты там что-нибудь берешь там или еще что-нибудь, как взятки или там. Такого никто не предлагал, и такого не было. Продолжение следует...